друзья привет так как занимаюсь трактингом я решил вам сделать обзор тракстапов это большая в основном большие сети заправок на которых есть парковка для траков на которых есть понятно это топливо и так дальше есть весы и вот такие вот там сделаю вам отдельные кусочек есть комнаты для отдыха телек можно посмотреть и так дальше можно сходить в душик в туалет покушать постирать шмотки там и так дальше вот так что я наверно в это видео сделаю несколько разных тракстапов разных сетей вот заеду и если видео понравилось поставьте лайк комментируйте подписку спасибо приятного просмотра можно купить всякие там инструменты себе всякие штуки-други специально там для тракинга есть так дальше есть вот такие лаунжи где можно прийти здесь он маленький и такой не очень но прийти там посидеть телеки работают вот есть зарядиться можно в розетку включиться есть некоторых тоже игровые комнаты души вот такие вот целая куча души а также стирки стиралка и сушилка есть практически на каждом тракстапе потому что водителям в дороге стираться нужно есть такие еще коробочки в которые отправляются в конвертах отправляются отчеты водителей 23 пак экспресс вот такие вот разные стойки там есть с едой хот-догами там сейчас уже поздно уже их нету на сегодня у нас здесь там всякие супчики нету ничего кофе чай что-то холодненькое попить там и так дальше я обычно не питаюсь я питаюсь своими продуктами которые покупал в магазине ну вот это микроволновка есть для себя обычно беру здесь только кофе и наливаю водичку себе вот такую вот большую баклажу я себе купил вот а еще бывают там бонус бонусная программа именно палата у меня приходит вот даже они это не то но приходят бонусы всякие там бесплатные вот такие вот чаи иногда дают там воду бесплатно дают что-то там еще энергетики всякие их не пью но почему и не взять бы вот так вот выглядят весы такие платформы разделенные на разные оси ты подъезжаешь здесь есть номер локации этих весов можно позвонить оператору там который находится внутри заправки он тебе взвесил а можно зайти на прямо на их приложение че что обычно я и делаю там помимо случаев когда приложение не работает и взвеситься и получить себе сертифицированный вес за которой если тебя там остановят и у тебя вдруг обнаружили перевес то эта компания будет помогать тебе своими понятное дело лойерами бороться с этим штрафом если тебя там вдруг штрафом это очень важная штука я недавно получил штраф потому что не заехал на такие весы вот поэтому для тех кто будет заниматься тракингом или занимается обязательно неважно насколько ты там уверен в том что у тебя нет перевеса обязательно заезжай потому что штрафы очень 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 дорогие и неприятные и неприятные от рачки будя каждый по-разному это как симфония целая вот еще один из больших сеток заправок называется петро или петро сейчас мы зайдем глянем чё там и как и по возможности еще найдем здесь он есть прокошь нужно еще вымыть трейлер но это будет отдельное видео я вам покажу как это все происходит вот стал для вас на заправке петро сейчас зайдем глянем че у них тут и как здесь видать какой-то еще ресторан барбершоп есть все тут так цивильника чистенько драйвер лаунж посмотрим что тут драйвер лаунж просмотры кинотеатра так даже есть можно заняться спортом по баррику это хорошо барбершоп закрыт сегодня вот туалет сможем зайти только в мужской чистенько красивенько ничего особенного есть бумажное полотенце зеркальце на многих трекстапах есть всякие разные рестораны здесь вот есть какой-то айрон скелет ресторан он такой довольно большой по всей видимости можно покушать народа немного есть массажные стульчики магазин совсем всем 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 и игровая комната всякими видеоиграми еще пару туалетов ну и все всегда есть банкомат хочешь наличку приходи ласка мы вас чекаем это вот так вот я сейчас нахожусь на палате тут в Джорджии у них внутри ремонт и туалета внутри нету но они поставили такие вагончики я вам хотел показать как они выглядят внутри я просто приятно удивлен или даже в шоке немножко вот пожалуйста заходишь в туалет со светом с вентиляцией даже какой-то тут есть регулятор для температуры помыл ручки мыло цветочки все чистенько красивенько вот так вот друзья вот ТА тоже такие хорошие довольно неплохие эти станции на этой есть даже казино там саблэй ресторанчик кофе там уже дизельные все колонки обязательно в конце весы вот там и куча парковки ну не всегда не всегда есть куча куча парковки прямо но на некоторых локациях прямо есть много там чуть ли не 500 500 мест иногда бывает 400-500 и у них еще есть свой сервис то есть там можно поремонтировать трак и резину поменять и так далее и так далее площадка вон небольшая есть и собачий парк там огражденный парковочка чистая на лапс обычно как не заедут так у них самые чистые парковки самые чистые заправки и так далее вот у них тоже есть здесь мастерская мастерская далеко не на каждой локации есть мастерские и даже вам расскажу историю когда у меня произошло ЧП я с утра с просонья решил проверить уровень масла понял что масла маловато и решил долить немножко вот и начал взял схватился за банку с под масла открыл все начинаю заливать смотрю что-то красное масло и такое жидкое по итогу оказалось что я заливал антифриз в мотор вот и мне из-за этого мне срочно пришлось искать где поменять масло вот и ближайший тракстоп был и у них была такая мастерская я туда приехал еще там рано утром все остальные тракстопы там или далеко или закрыты вот я приехал туда они говорят а у нас еще нам яму не достроили мы масло еще пока не можем менять по итогу мне пришлось еще ехать там сто с чем-то миль до тракстопа который мне поменял масло по итогу ну как-то вот так вот на многих тракстопах есть мастерская но это нужно решать по ситуации там если что-то произошло надо им сразу там заранее позвонить некоторые там в очередь вас могут поставить там и так дальше вот но это не на каждой локации поэтому это нужно смотреть по ситуации витрина под наушники и всякую другую технику еще у них такие стойки они там практически везде но на каждом лапсе одинаковые такое все подсвеченное чистенькое красивое все ровненько висит ровненько стоит ну с любовью сразу видно с любовью относятся то же самое там и все хот-доги можно взять себе кофеечек напитки какие-то поналивать тоже есть саблы бывают там и другие но здесь саблы попрошу обратить внимание на чистоту этого этой уборной здесь еще есть что это весы можно взвеситься вот все чистенько красивенько на некоторых локациях есть еще такие вот боксы amazon если если вы в пути и вы захотели пошопиться на amazon и в этом приблизительно знаете куда вы будете ехать через какие там штаты города то можно вот так вот заказывать себе и чтобы они доставляли на вот такой бокс и получать свои посылки в пути чтобы не заезжать домой вот вот так вот выглядит мастерская здесь здесь шиномонтаж у них даже есть диски резина все такое а здесь а здесь а здесь замену масла делают и все такое у них специальные подъемники стоят фильтра и так далее и так далее еще лавс ну многие локации также предлагают roadside assistance это там в дороге они могут приехать вот таким вот рачком с колесом или там какие у вас проблемы но если это реально решить на этом вот на обочине то вот таким вот рачком они приезжают это конечно все стоит денег там мне один раз когда вызывали то там чувак по моему взял что по доллару по доллару 60 за милю и ехал он с 50 миль расстояние и обратный путь ты тоже должен оплачивать вот поэтому оно конечно стоит денег но иногда у тебя просто варианта другого нету вот ну я надеюсь вам видео понравилось надеюсь вам как бы понятно как устроены там самые большие заправочные сети ну которые больше цели направлены на трак драйверов на дальнобойщиков вот но это самые большие там еще есть другие всякие эксоны типа шелы сэп броус что там еще разные есть всякие трак стопы но это такие самые популярные самые большие вообще два самых больших две самые большие сети это лапс и пайлот это два конкурента ну такие самые топовые вот вот надеюсь вам понравилось поставьте лайк подпишитесь и до встречи на следующем видео пока 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 не пока не пока не